Объекты, которые не украшали территорию, начали сносить в октябре по поручению главы города Алексея Копайгородского. В зоне отдыха хотят вернуть ее исторический облик. Ривьера была основана больше века назад известным купцом Василием Хлудовым. Парк площадью почти 15 гектаров имеет статус памятника культуры регионального значения. На данном этапе уже проинвентаризированы все объекты движимого и недвижимого имущества, которые расположены в парке. Определяется их юридическая судьба дальнейшая. Кроме того, совместно с парком уже нами определена организация, которая будет заниматься разработкой эскизного проекта, рабочего проекта. Так скажем, выработкой единой концепции развития парка. Эскизный проект будет готов в будущий весной. Известно, что в новую концепцию развития парка не вписывается в частности музей инопланетян. Его разбирают на доске. Уже бесследно исчез выставочный павильон Арктика. А от сада бабочек остались только бамбуковые поручни. Всего под снос пошли 70 объектов. Руководство Ривьеры расторгло соглашение и с фотографами животных. Попугаев, обезьян и львят, замученных вниманием туристов, здесь больше не встретят. Будет произведен целый ряд изменений. Это коснется и замены павильонов, и замены многих действующих аттракционных комплексов. Появятся детские зоны, появятся игровые площадки, совершенно бесплатные. Хочу успокоить горожан, что у нас абсолютно все сохраняется в том же режиме, вход бесплатный. В планах также реставрация зеленого театра, который расположен в границах зеленой зоны. После ремонта на летней эстраде будут проходить не только концерты известных исполнителей, но и киносеансы под открытым небом. Реконструкцию Ривьеры будут проводить поэтапно, чтобы она не мешала гостям парка. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ